Всем здрасте, меня зовут Алексей, компания Корфидов Лаб. Хорошо слышно? Спасибо. Вкратце, моя часть доклада будет больше касаться моделирования пользовательского опыта и всего, что будет касаться как таковых исследований, которые обязательно при любой технической проработке любого изделия, независимо от того сложности. Вкратце я скажу в начале такой тезис, что сейчас появилась куча классного софта, который позволяет прикольно смоделировать любую конструкцию в плане механики, в плане электроники, чертежи, основательно прорисовать техпроцесс, просчитать. Но есть еще целая куча таких вещей, которые либо не моделируются вообще с точки зрения пользовательского опыта и вообще сценариев работы, либо если и моделируются, то очень условно и, скажем так, неявно и, может быть, не всегда в доступном виде. Один из таких примеров, может быть, относительно интересного изделия, это медицинский автоинъектор, который сейчас в серию скоро пойдет. Устройство было хорошо запроектировано, но с точки зрения пользовательского опыта здесь есть одна фатальная ошибка, которая просто убивает всю конструкцию при самых простых условиях эксплуатации. Смысл тут очень простой. Устройство состоит из некоторого количества пластиковых деталей. Ой, извиняюсь, я уже его перечелкнул, вернулся. Устройство работает с аккумулятором, позаряжается. Я сильно поддаваться в подробности не буду, но смысл заключается во всем, что когда мы сделали его первые образцы уже в таком предсерийном виде, оказалось, что если устройство находится на позарядке, вот здесь разъем находится, если просто при этом случайно подкрыть крышку, просто для того, чтобы сменить шприц или еще что-нибудь типа того, устройство просто уничтожается, потому что подкрытие крышки выламывает разъем, причем буквально совсем чуть-чуть. Когда мы это читали на уровне модели, мы видели пересечения, но не ожидали, что они будут настолько явные. Это один из таких не очень явных примеров того, как не все технические фишки и не все особенности по эксплуатации могут так легко быть смоделированы, и значительная часть либо проверяется в реальной жизни хотя бы в виде какого-то прототипа, либо исследуется с помощью специальных сценариев, специальных проверок, в общем, ну и запутствующих документов для этого. Еще один пример, тоже короткий на самом деле из нашего опыта, это сушилка для подошвы обуви. Она сейчас производится мелкосерийно, вот заказчик из Казахстана делает ее в Челябинске. Смысл довольно простой. В такую погоду, которая скоро начнется, к сожалению уже, хотя сегодня тепло еще, слава богу, в общем, она должна за 30 минут полностью осушать подошву обуви таким образом, чтобы рисунок протектора как бы был полностью сухой, да, ну чтобы там максимум, грубо говоря, внутри поставилась какая-то влага, так, чтобы не разносить по помещениям грязь. Устройство теплотехнически очень сложное. Мы для его создания привлекали ряд людей, компаний, профессиональных расчетчиков, которые занимались теплом. Задача здесь нетривиальная с точки зрения взаимодействия. Необходимо сделать так, чтобы температура в зоне контакта теплового потока и подошвы была около 100 градусов, то есть, грубо говоря, чтобы вода могла прямо испаряться, но при этом так, чтобы сама подошва ботинка не пополовилась. Это очень небольшой температурный диапазон, который, как бы, ну, как сказать, надо ловить и поддерживать. Это непростая задачка. Перемоделировали кучу вариантов. Люди, которые создавали металлургические печи еще в советское время и рассчитывали даже в них тепловые режимы, тоже принимали участие в расчетах температуры. И те режимы, которые в теории при расчете показывали, что температура будет около 100 градусов, реально привели к тому, что нагревалось только до 50 на выходе, на первых образцах. И только реальные тесты и испытания, в общем, позволили данной конструкции выйти на режим, который, ну, в общем, позволил, как бы, добиться того, что было необходимо. Это получилось не с первого раза, а с четвертого. Ну, то есть, вот это вот, как четвертая битерация, которая пошла в серию. Не первая, к сожалению. Так, извиняюсь, два раза прокликнул. Взаимодействие с устройством с точки зрения моделирования важно на очень большом количестве стадий его проектирования и изучения очень ценно и важно, чтобы даже просто при тестировании, например, собираемости будущего изделия, которое должно пойти в серию и производиться там сотнями тысячами и более штук, не очень легко, но возможно замоделировать такие процессы, как сборка. Ну, то есть для этого тоже есть специальные софты, но они более-менее актуально работают на проектах, где нужно самолеты собирать, там, где, в общем, все это просчитывается на более таком серьезном уровне. Живая пользовательская опытная сборка, если конструктор принимает участие в работе вместе с дизайнером, она зачастую позволяет очень сильно пооптимизировать и конструкцию, и сам процесс сборки, и снизить количество рисков, затрат на неправильную сборку. На этом слайде показан один пример. Это конструкция, которая, в общем, выполняет слева и справа одну и ту же функцию. Значит, слева она состоит из, извиняюсь за выражение, хреновой тучей деталей разных, а справа из гораздо меньшего, но с точки зрения функционала она выполняет одни и те же действия. Еще, наверное, покажу один пример, может, даже более наглядный. Вот на этом устройстве, с точки зрения моделирования его сборки, тоже есть некоторые такие места, которые, если, скажем так, не просчитывать изначально, то, что будет в голове у человека, который занимается его сборкой, можно создавать конструкцию, которая будет просто в противофазе работать. Например, здесь вот, видите, вот там сбоку кнопочки плюс-минус, да? Ой, это… Ой, извините, пожалуйста. Кстати, одна из первых вариаций этой конструкции была цилиндрической, и мы ушли от этого варианта именно по той же причине, по которой сейчас упал микрофон, он просто постоянно падал и пломался, поэтому его пришлось делать с косыми стенками, хотя изначально очень сильно этого не хотели. Так вот, видите, кнопочки плюс-минус, если бы они были сделаны не на одной основе, то при моделировании сборки китайцы их собирали наоборот, и тогда при, в общем, ну, как бы первых тестах некоторые люди, которым бы мог попасть вот такой вот образец, они бы могли настраивать устройство просто неправильно. Для того, чтобы такие вещи решать, приходится делать, например, в данном случае цельную кнопку, которая внутри своего крепления имеет точки позиционирования так, чтобы ее просто механически было не поставить наоборот. К сожалению, такие процессы тоже моделировать очень тяжело, это все отлично работает вживую. Предыдущая версия этой конструкции, она была еще и со специальной защелкой, которая позволяла откидывать верхнюю крышку, ну, то есть была фиксация, она была просто вот в этом вот месте, вот такая вот, грубо говоря, дуга в виде пружинки с двух сторон. Деталь была симметричная, но место ее установки было несимметричным. Моделирование процесса сборки даже просто в виде защиты батура рука показывало, что если деталь поставить наоборот, то, в принципе, ничего плохого не будет. Выяснилось, что при процессе сборки, на самом деле, если ставить эту крышку, то по ней даже непонятно, каким положением ее правильно нужно вставлять, а неправильно ее позиционирование приводит к тому, что крышка просто не открывается. Это тоже процесс, который, ну, к сожалению, не моделируется в явном виде. Очень важная деталь при анализе проектирования любой будущей конструкции, это не только теоретические изыскания и исследования о том, в каком виде, в каких условиях она должна работать, а прямые полноценные проверки. Поэтому очень важно проектировать изделия не только внутри офиса, а еще и просто выходить в ту среду, где проектируемое изделие будет находиться и вживую смотреть, как что здесь получается. Тут, на самом деле, должны быть следующие три слайда, которые я перед самой презентацией выкинул, там были бомжи нарисованы. У нас была одна работа, где мы проектировали, ну, такой, скорее, социальный проект, рюкзачок для бомжей. Вот, в общем. И, ну, первые красивые паскизы, которые просто концептуально подрисовывались на бумаге, и они были настолько далеки от реальной жизни, потому что им, ну, на самом деле нужно, что, ну, в общем, очень сильно отличалось. Но я не показываю, хотя у нас это есть в другой презентации. Смысл, в общем, такой, что некоторые, ну, как бы, при подходе к промдизайну начинают просто с самого начала делать кучу красивых эскизиков, ну, про это все наши компании, там, ну, и мои коллеги постоянно говорят, то, что изначально принципиально неправильный подход, при котором просто начинается там какая-то красивая отрисовка кучи эскизов, как некий поиск концепции. Но зачастую почему-то заказчики именно такого и ждут. То есть они думают, что первые этапы промдизайна, это просто мы там нарисуем 50 эскизов классных, и, ну, один из них, скорее всего, будет прикольным и подойдет. Это просто кусочек схемы, который показывает о том, что до проработки эскизов надо сделать большое количество действий, очень желательно. И, ну, мы стараемся заказчикам всегда как-то пояснять, типа, обосновывать, что действие необходимо, иначе получаются конструкции, которые просто бессмысленные. Этот слайд можете сильно не фоткать, он просто показательный. Он говорит о том, что вот тут куча буковок, которые со смыслом, а вот тут вот эскизы начинаются. Сама эта схема анатипичная абсолютно, то есть тут, ну, как бы в нем ничего такого нет. Она даже, по-моему, на сайте у нас есть. Правильное начало работы, оно вот такое вот. Я сейчас просто прощелкаю по-разному. Так, тут, правда, запаздывание есть, поэтому могу перещелкнуть. В общем, ну, на примере создания датчика, точнее устройства для определения толщины покрытий. Не прямая прорисовка, а вот тут куча-куча-куча разных поисследований, которые необходимы для того, чтобы понять, в каких условиях будет работать изделие, какие плюсы-минусы есть у текущих. Кто вообще человек, который с этим устройством будет пользоваться, чего он вообще хочет, я не знаю, в чем у него руки чистые, в грязи, в перчатках, или он вообще космонавт какой-нибудь, у которого перчатка толщиной сантиметр. Анализ текущей конструкции перед началом проектирования, в частности, вот, допустим, на этой работе он показал, что большая часть толщиномеров ломаются из-за того, что у них, видите, вот там сверху торчит разъем. Когда это все в, ну, не самой, как бы, чистой и приятной среде, то падение или случайный удар приводит к тому, что это место может просто воломываться, и, ну, в общем, работоспособность изделия может быть потеряна. А устройство стоит несколько сотен тысяч рублей. Обидно. Ну, тут еще вот просто примеры, разные картины каких-то толщиномеров. И, ну, как бы, вот такой вот анализ, он еще перед началом построения эскизов позволяет сформировать правильные, внятные критерии, которым будущая конструкция должна соответствовать. Вот только потом, после этого уже начинается вот это вот, ну, как прорисовочка куча разных вариантиков. Но самый ценный при этом из них, ну, лично с моей точки зрения, я все-таки, ну, как бы, в первую очередь технорик-конструктор, это то, что во всех этих вариантах проработки разъем, если видите, он прячется. Прячется заподлицо таким образом, чтобы в случае падения конструкции, она, в общем, пережила нештатную ситуацию. Ну, тут тоже просто рисуночки, рисуночки. Еще одна важная часть — это макетирование. Есть такие вещи, которые тоже, ну, грубо говоря, в теории могут там довольно интересно моделироваться. Например, там всякие газовые потоки, гидрогазодинамика. Но почему-то так получается, что сейчас очень многие люди, просто впервые изучив соус для компьютерного моделирования тех процессов, не совсем сказал правильно, для расчета, в общем, там, не знаю, потоков тепла, воздуха, воды, думают, что у них вот как бы задавать какие-то первые данные получилось, и значит, соответственно, тот процесс расчета, который у них получается, он, скорее всего, в жизни будет такой же. Но это же математика, там, как исходные коэффициенты, Заташ так и посчитает. Вот поэтому, допустим, по работе, связанной с проектированием маски, которая должна отварить потоки воздуха назад, мы курили кальян и, в общем, вейп, и дышали через импровизированные маски, чтобы просто понять, как это все проходит. Ну, и это все к тому, что вот все эти тесты, они чем ближе к реальной жизни, тем лучше. И это все моделировать на компьютере возможно, но как бы, ну, пока только, как сказать правильно, малая часть всех этих процессов реально получается, и получается хорошо. Ну, точнее, как сказать правильно. Хорошо поддается моделированию на компьютере. Вот еще один пример. Это мы делали работу по дизайну зарядных станций для электромобилей. На картинках все выглядит прикольно, и когда начинаешь проектировать зарядную станцию для электромобилей, думаешь, да, что там, ну, господи, зарядка, пистолет, там, не знаю, взял, поднес. А когда смотришь тесты таких вот конструкций вживую, я не знаю, сейчас видео запустится или нет, если вот там кто сидит за компьютером, можете тыкнуть. Тут просто на этом видео наглядно показан тест, где просто видно, какой у нее гидренно здоровый толстый тяжелый шланг. Такой, что после этого все, как сказать правильно, осмысление конструкции меняется очень сильно. То есть, ну, он прям, он тяжеленный, он очень тяжело гнется, он большой. И, в общем, ну, это вот пример одной из зарядных станций, которая есть. Гибкие тела, к сожалению, тяжело очень боделировать на компьютере все еще. И такие вот вещи, их, ну, как бы, их не прощупать, пока не поймешь полноценно. Хотя некоторые прозвития в этом направлении уже есть довольно значительные, но все еще не целиком. Ну, как бы, опять же, после вот такого теста, ну, само понимание облика этой станции, оно поменялось довольно сильно. И при ее проектировании мы значительный упор делали на шланг и на его, ну, в общем, расположение. Еще один смешной пример, вот конструкция, которая, ну, мы, смешная была работа, делали просто как-то концепт зубной щетки, которая, в общем, ну, знаете, электрические зубные щетки, они обладают очень маленькой площадью и так вот, как бы, делают, да. Мы думали, блин, а почему такая площадь маленькая? То есть, ну, почему бы не сделать, чтобы это было что-то прям вот ядреное, чтобы там два зуба почистить, например, на три, ну, не знаю, чтобы процесс чистки зубов был быстрее, тоже всегда лень, вот. И, в общем, был вот такой вот концепт, сделали образец, прототип щетки, которая тоже вращается там с некоторой скоростью поступательно вперед-назад. У нас получилась губозакатывающаяся машинка, потому что вот эта вот часть, которая была справа, видите, которая типа как защитная, при включении этой щетки либо верхняя губа закатывалась вот в ту щель, либо нижняя, вот. И, опять же, губа — это мягкая ткань, ее смоделировать очень тяжело, ну, как бы, на теле человека. И такие вещи, получается, делать пока только вживую, вот. И, ну, опять же, это то, что обидно, но это, слушайте, так забавно. По идее, мой доклад должен быть о том, какой прикольный софт, а я говорю наоборот о том, какие у него есть сложности принципиальные. Вот, в общем. Так, сейчас, еще. И еще одна мысль, но это уже в завершении просто, да. Тут показана структура цены в одного из изделий электромеханических. Вот, на самом деле, ну, как бы, от проекта к проекту сама эта структура цены, она довольно сильно не меняется. Смысл тут довольно простой. Вот это вот обычно небольшая секция — это механическая часть конструкции. Ну, 54% уже, на самом деле. Ну, в общем, где-то примерно 60-70% — это часть которой касается электроники. И бюджет весь обычно получается в итоге в электронике. И вся эта оптимизация и процессы взаимодействия пользователей с устройством, они уходят все сильнее в электронику. К счастью, электронику моделировать гораздо проще. И интерфейсные части, и, в общем, ну, все, что касается пользовательского опыта, вот по этой части, оно как бы проще, да. Этот, ну, как бы слайд, этот тезис к тому, что не всегда стоит сильно зацикливаться на механике, если хочется получить достаточно дешевое устройство и порой, как бы, ну, как сказать, весь пользовательский опыт и вся оптимизация конструкции уходит именно в электронику, потому что там это просто выгоднее. И заказчики за это готовы платить больше, чем за механику. Вот. Ну, у нас вроде как образовательная тема. Мы просто иногда на слайдах там выводим некоторые книжки, которые сами читали, и порекомендуем почитать. Вот они почти все очень прикольные. Сейчас надо сфотографировать слайд обязательно всем. И послали сфотографировать, чем все эти таблички, которые, я не знаю, почему все любят так фоткать. К сожалению, по дизайну и по конструированию большая часть литературы, она в основном на иностранном языке, в 90-е нулевые годы у нас был жесткий провал, за все это время особо чего-то такого прикольного, но с моей точки зрения не выходило. Есть литература иностранная, хорошая, но я ее на этом слайде не привел, извиняюсь. Есть еще четыре книжки, я потом, ну, если что, передам, так сказать, название. — Алексей, спасибо большое. Я, да, безусловно, вы заслуживаете аплодисментов. Вы рассказывали и упоминали очень важный момент, связанный со стадиями изготовления продукта, который проходит продукт. Вот мы на примере нашего дизайна Хакатонна на днях промдизайна убедились в том, что многие технологические стартапы, в принципе, не понимают роли промышленного дизайна вот на уровне этих стадий. И были очень частые примеры. Сейчас думаю, что мы будем давать студентам задачи на уровне эскизов. Нет, привозили уже готовых роботов или прототипы аэротакси и говорили, переделайте, пожалуйста. Вот мне бы хотелось, чтобы вы еще раз акцентировали внимание на том, в какой момент в команду такой бизнес-компании должен входить промышленный дизайнер. Когда его нужно приглашать? На уровне идеи, на уровне прототипа. Это должен быть приглашенный дизайнер? Или нужно сразу в команду брать такого человека? Наверное, все коммерсанты отвечают на этот вопрос, что обязательно промдизайнер должен быть в проекте с самого начала, потому что им это выгоднее. Но на самом деле, если честно, в электронных проектах зачастую так получается, что электроника при показе заказчику не работает, а механика работает. Поэтому все первичное восприятие конструкции заказчиком зачастую подплакивается от механики. Разработчики зачастую говорят, что они электронику еще чуть-чуть не успели довести, но сейчас-чуть-чуть тут обязательно будет лучше и доработается. Наверное, с одной стороны, чем раньше, тем лучше. С другой стороны, главное, чтобы просто понимать, в чем у проекта фишка основная, чтобы не уходить в такие истории, когда, грубо говоря, происходит некая фокусировка. Потому что, скажем так, если проект софтовый, то вопрос сложный. Если проект связанный с железякой, условно, железякой, в которой есть электроника, то действительно, чем раньше, тем лучше. Не обязательно прямо с самого начала, но хорошо, когда есть понимание того, хотя бы какие примерно у электроники габариты получаются. Потому что зачастую получается так, что если промдизайнер подключается к работе очень рано, ну или вообще просто конструктор по механике, первая конструкция, которую зарезанят в итоге, потом выяснится, что в электронике придется менять расположение кнопочек, не знаю, экранчики, менять разъемы подключения. К электронике может стать то толще, как пирожок, то тоньше. Поэтому, наверное, не с самого все-таки начала, но на какой-то стадии, где уже более-менее устаканивается электроника. Ранний в любом случае. Отлично, спасибо большое. Продолжение следует...